Когда у нас есть числа по моду М, а мы каждый раз идем с шагом Н, то на самом деле насыпемся. Здесь идея такая вот, у нас есть окружность, мы идем по ней, каждый раз делаем один и тот же шаг, да, вот скажем, через три, да, вот так, вот так. Здесь, как видите, мы пройдем все точки по одному разу, а могло быть совершенно по-другому. Если бы мы взяли, давайте я возьму, скажем, восемь точек и идем через два, в таком случае мы зациклились бы и прошли бы два раза этот цикл. Так вот, если у чисел М и Н есть общий делитель Д, то на самом деле среди чисел 0, Н, 2, Н, 3, Н и так далее, М минус 1, Н, все числа делятся на Д. И при этом числа 0, Д, 2, Д и так далее, М разделить на Д минус 1, умножить на Д, каждый из вот этих чисел присутствует ровно Д раз. Это на самом деле главная ремма, которую нам с вами нужно доказать. Если числа М и Н взаимно простые, то это очень известная штука, и, ну, собственно говоря, это очень часто используется в теории чисел. Если у нас есть число Н взаимно простое с числом М, то в таком случае вот все остатки верхней строки, это в точности множество остатков отделения на М. Давайте поймем, почему на самом деле это ремма вполне очевидна. Все понимают, или кому нужно объяснять? Проверяем, М и Н любые натуральные числа. Мы пишем через спятую числа 0, Н, 2, Н, 3, Н и так далее, М минус 1, умножить на Э. И все их делим с остатком на М. Оказывается, что все эти остатки будут делиться на Д. Более того, они встретятся по ровну раз. А именно Д раз встретятся все эти остатки. Как только я докажу эту демму, эту сумму я сразу посчитаю. Разделим Н на Д, получится число взаимно простое. Тогда мы идем взаимопростым числом. Мне надо и М, и Н разделить на Д. Оба. Объясняю, зачем. Ну, опять-таки, почему у нас вот они все будут делиться на Д, мне кажется, это понятно. Если Н это будет вот так вот, где Н, это нейтроправильное число, и М это будет Д умножить на М большое, то смотрите, как все это переписывается. Вместо вот этих вот чисел будут написаны такие. Ноль, Д умножить на Н большое, 2Д умножить на Н большое, 3Д умножить на Н большое и так далее. Здесь будет написано ДМ большое минус 1 умножить на ДН большое. Это понятно? А по какому модулю мы все это смотрим? По модулю М маленькая. То есть по модулю Д умножить на Н большое. И вот, так вот, теперь совсем понятно, почему здесь все делится на Д. Потому что такое множество здесь есть и стены. И модулю тоже на Д делится. Что мы дальше делаем? Дальше делаем очень простую вещь. Мы говорим, что если мысленно Д вынесли, то задача сведется вот к чему. Будут числа. Ноль, Н большое, 2Н большое, 3Н большое и так далее, и так далее. ДМ большое минус 1 умножить на Н большое. И мы их будем все брать по модулю М большое. При этом наибольший общий делитель М и М, он равен в делице. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, что этих чисел не М большое штук, а этих чисел Д умножить на М большое. Ну и хорошо. А давайте мы посмотрим первое М большое из них. Это что такое? Это числа ноль, Н большое, 2Н большое и так далее. М большое минус 1 умножить на Н большое. А потом идет МН. Ну, господа, это вообще-то ноль, по-моему, М большое. А потом идет М большое, Н плюс Н и так далее, и так далее. То есть у нас на самом деле последовательность вот такая, а потом она повторяется, а потом она еще раз повторяется. И так происходит перерас. Я объяснил, это это самое перерас. Теперь осталось понять, а почему же эти числа, они все разные, и что это по одному разу? Очень просто. Потому что здесь их ровно М штук. И они все взаимно просты друг с другом. Почему? Потому что если у нас есть какое число вида Х, Н большое, и другое здесь число вида Y, Н большое. Где из Y от нуля до М большое минус 1. То в таком случае, что значит, что эти числа имеют какой-то один и тот же остаток предриняем. Это значит, что их разность делится на М большое. Числа дают одинаковые остатки, значит их разность делится на М большое. Но что это такое? Это X минус Y умножить на М большое. Если оно делится на М, то из взаимной простоты это то же самое, что X минус Y делится на М большое. Но это не так, потому что разность между ними маленькая. В общем, ребята, это такая стандартная теорема из теории чисел. Но одна из важнейших. То есть, вот, что, получается, с этого всегда начинается обсуждение, что такое все эти госты и числа и так далее. Я решила, что я это доказал, и теперь перехожу к нашему задачу.